Дива России. Фестиваль-конкурс туристических видеопрезентаций уже девятый год подряд собирает представителей со всех регионов страны, так или иначе связанных с туризмом. Презентационные ролики заповедных уголков России и мест активного и оздоровительного отдыха становятся претендентами на победу в эксклюзивном фестивале. Наш телеканал впервые принял участие, и несмотря на то, что работы не совсем подходили под формат конкурса, оба представленных фильма вышли в финал. В очном туре предстояло защитить свои проекты. Первым представили фильм «Спаск. Сон наяву». Посмотрев этот фильм, хоть он и не относится к туризму, в общем-то, многие говорили, я бы туда поехала. Это фильм ностальгии, это фильм открытия для меня, потому что так как я там была 20 лет, я увидела новых людей, познакомилась с новыми людьми. Я открыла для себя историю этого города, в котором я прожила все детство и юность, а я его, оказывается, не знала. Второй фильм «Живая лаза России варишь» представил Константин Брылов, отметив, что съемки были незапланированными. Семейный отдых превратился в творческую командировку. Сама идея кроется в самом фильме. Россия – это не Москва и не крупные города. Россия – это регионы, которые несут на самом деле тот дух, чем мы и живем. В составе жюри – сопредседатели оргкомитета фестиваля Сергей Кривцов и российский кинорежиссер, сценарист, продюсер и актер Александр Басов. В рамках фестиваля они провели тренинги и мастер-классы. Здесь мы видим людей, которые делают все сами с нуля, изобретают велосипед. А наша сфера – это одна из немногих сфер, где изобретение велосипеда не только не карается, а должно поощряться. Потому что каждый велосипед штучный. Не существует инструкции, как сделать фильм, как сделать ролик, как написать книгу, иначе бы они все были одинаковые. Мы делаем штучные вещи. Мы кустари. Фабрика не работает здесь. Ежегодный финал «Дивы России» проходит в разных городах страны. Его площадкой уже становились такие города, как Москва, Тула, Владивосток, Севастополь. Тверь предоставила для участников форума возможность изучить историю края. Мы выбрали экскурсию в города Старица и Ржев. Хотя свой рассказ экскурсовод начала с Твери. Екатерина II даровала миллион для того, чтобы город получил новое лицо. Храмы и монастыри, насчитывающие по несколько сотен лет, и помнящие первого патриарха московского и всея Руси Иова, который принял монашеский постриг в Успенском соборе, возведенном при последнем удельном князе Руси Андрея Старицком, а также Александра Пушкина, гостившего у дальней родственницы Просковии Осиповой Вульф. Обо всем этом смогли узнать участники экскурсии. Последним аккордом в нашей экскурсии стало посещение мемориала советскому солдату, который был открыт в 2020 году и построен исключительно на народные деньги. Здесь не нужно говорить, здесь лучше помолчать. 25-метровая фигура солдата на высоком насыпном холме смотрит сверху вниз. Стая журавлей словно уносит его в небо, подчеркивая трагизм тех событий. В мемориальном комплексе есть две стены, на которых вырезаны имена 17 тысяч погибших под Ржевом воинов Советской Армии. По официальным данным, потери Советской Армии под Ржевом были намного больше, почти 777 тысяч. Каждый метр земли здесь пропитан кровью наших солдат. И вот третий день фестиваля Дивы России, подведения итогов. 40 номинаций, 303 работы попали в финал. Телевидение города Петушки Владимирской области представило 8 работ. Вариться в своей каше, ну не всегда это хорошо. Когда мы выезжаем на Россию, общаемся с другими телеканалами, с нашими экспертами общаемся. Ну, мы очень много узнаем. Мы приезжаем, во-первых, удушевленные. И этим воодушевлением была пропитана церемония закрытия фестиваля. Торжественное объявление победителей, награды. Затаив дыхание, каждый в ожидании услышать свое имя. Кто-то выходил на сцену по нескольку раз. Телеканал «Видное ТВ» тоже оказался в числе призеров. Фильм «Живая лоза России варишь» занял третье место. Дебют состоялся. Татьяна Брылова, Константин Брылов, Ольга Садовская. Видное ТВ.